Как объяснить с научной точки зрения какое-нибудь самое обыденное явление? Или просто хорошую идею превратить в реальный проект, который можно осуществить и при этом принести пользу? Спрашивать об этом нужно участников конкурса научно-исследовательских работ и творческих проектов среди школьников. Сегодня завершился его городской этап. Итоги подведены, победители получили не только свои заслуженные дипломы, но и право представлять город уже на региональном этапе. Репортаж Альмир Новоселовой. Эти ребята по нескольку месяцев работали над своими проектами. И вот сегодня настало время услышать свой адрес «Добрые слова» и получить достойную оценку. Это здорово, что сегодня на нашем небосклоне образовательном появятся новые звездочки. И мы узнаем, что они будут сиять еще долго и долго. Никиту Коляевой заинтересовал вопрос, можно ли, будучи ребенком, выбрать свою будущую профессию. Он провел со своими одноклассниками тестирование на выявление интересов. Предпочтения у всех оказались разными. Один мечтает стать учителем, другой модельером. У самого же Никиты есть способность стать хорошим инженером-строителем. Разработать проект – это большая работа, но еще надо пройти испытания публичным выступлением. Я поначалу боялся сильно, но потом вдохнул, выступил и все, уже как-то не боюсь больше. Два месяца Полина Савченко работала над своим проектом. Она на примере подписи президента нашей страны, губернатора округа и директора своей школы смогла охарактеризовать их как личности, опираясь на исследования графологов. Я некоторые подписи по всем 12 элементам расшифровывала и создавала визитную картику характера человека. То есть какой это человек, какой его характер. Всего на суд-жюри представили 63 работы. Во всех исследователей сделали для себя интересные открытия, получили новые знания. Учат представлять результаты для широкой аудитории, результаты своей проведенной исследовательской работы, отстаивать свою точку зрения по данному вопросу. И, конечно, навыки ораторского искусства формируются непосредственно при публичной защите. Авторы лучших проектов, которые отберет компетентное жюри, будут представлять наш город на региональном этапе конкурса «Ступень в будущее» осенью следующего года. Альмира Новоселова, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Альмира Новоселова, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».